Детская игра В оснащении 30 современных функциональных кроватей. Они позволяют менять положение больного каждые 2 часа. Снабжены противопролежными матрасами. Это облегчает труд не только персонал, но и самих лежачих больных. Потому что, сами понимаете, 12-24 часа в сутки просто лежать – это очень тяжело. В лежачем положении возникает риск застойных явлений. В легких. Так называемая застойная пневмония. Чаще всего люди уходят именно от этих заболеваний. Для тех, кто не может себя обслуживать, сотрудники интерната с этого года реализуют новацию – эрготерапия. Это реабилитация по развитию утраченной двигательной активности. Тонкостям программы обучаются на семинарах благотворительного фонда «Старость в радость». Этот безиборд сотрудники интерната называют своим ноу-хау. Вдохновленные семинаром, они соорудили его самостоятельно. Он оснащен предметами, которые позволяют восстановить функции, необходимые для самообслуживания. Молодец. Все, молодец. Получилось, конечно, получилось. Они десятки раз отрабатывают простые повседневные действия. В основном здесь восстанавливают навыки после инсульта. Я раньше работал на стройке. Сму работал. Камечком 32 года я отработал. Давайте его с вами до конца. Вот. А теперь давайте открывать. Очень хорошо. Хорошо. Приходишь, так вот, замочек пробует, так вот, разминаемся. В рамках системы долговременного ухода поддержат и родственников программы «Отпуск от ухода». Многие люди ухаживают за своими пожилыми родственниками, но иногда им требуется самим отдых, либо отъезд в командировку, либо лечение. Так вот, в рамках этой технологии люди могут направить своего родственника в наше стационарное учреждение на кратковременное пребывание. Выдувайте свечи, закадривайте желание. Ура! Доброй традицией в доме престарелых стала отмечать домашние праздники. Александре Федоровне исполнилось 77 лет. На праздничный обед пригласила подружек. Желаем тебе крепкого здоровья, силы, воли и всего. Ну, счастье, конечно, теперь ушло. Ну, поживите подольше, покрепите. Потому что мы живем плохо, хорошо. Можно пожить в таких условиях. С июля этого года в интернате заработает отделение дневного пребывания. Оно будет рассчитано на 14 человек. Работающие родственники смогут оставить на день пожилых людей. В лице сотрудников интерната постояльцы находят детей и внуков, а главное, получают достойное качество жизни. Людмила Войтович, Олег Осипов, Александр Щербаков. Область новостей.